Это один из действующих образцово-показательных КСК нашего города. Проблемы жильцов здесь решаются быстро, честно и без конфликтов. В итоге ухоженный дом, сухой подвал, чистые подъезды и общенародное спокойствие. По сути, волноваться-то и не за что. Но такая идея – это скорее редкость, хотя так должно быть везде. Правда, скоро все изменится, как для тех, кто справлялся со своими обязанностями, так и для тех КСК, что в свой адрес слышат только нарекания. 7 января вступили в силу поправки в закон, определяющий способы обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий согласно утвержденным формам правления собственников квартир. До настоящего времени их существовало четыре, теперь останется только две. Раньше у нас было четыре формы правления. На сегодняшний день по новому законодательству две формы правления – это объединение собственных имуществ и простое товарищество. Теперь, если будем говорить о оси объединения собственных имуществ, то есть там такая система состоит из двух или более собственников квартир. Также по новым законодательствам у нас идет многоквартирный жилом доме, еще есть совет дома будет, это как орган управления будет. Там члены совета дома состоит из трех человек или более можно, это уже собственники сами решают на общем собрании. Объединение собственников имущества подразумевает ответственность жильцов одного дома за содержание и обслуживание. Огромные КСК, взявшие на баланс сразу несколько многоэтажек и нередко не способные успеть все и сразу, останутся в прошлом. Председатель объединения будет избран на общем собрании жильцов сроком на один год, он же будет отвечать за все финансовые операции. Председатель ОСИ, как зарегистрированный в органах юстиции, он там обязан в течение 15 дней открыть счета. Это банки второго уровня, это текущие счета, а также изберегательный счет. Именно будет счет открываться на конкретный дом индивидуально, как раньше не было, один КСК, один счет, а тут уже каждый дом будет иметь свой счет. И на основании уже будет прозрачность, там вот согласно акту выполненного работы, председатель ОСИ будет ежемесячно перечислять, согласно акту, сколько работ выполнено, то такую сумму будет предоставлять. И каждый месяц ежемесячно он должен будет предоставлять вот это движение банковских средств, куда на какие средства были деньги отправлены. Доходная часть счетов объединения будет формироваться из добровольных взносов, расходная направляться на его же нужды. Слесарь, сантехники, дворники станут наемными после заключения договоров с соответствующими сервисными фирмами. Они же будут на взаимовыгодных условиях оказывать перечень договорных услуг. А вот если работа председательствующего станет неудовлетворительной, закон предполагает следующее решение. По законодательству есть такая вот управляющая компания, либо управляющая. Это когда, например, собственники двое вышли, они регистрируют ОСИ, объединяются в юстиции, и дальше они не хотят вот эти функции возглавить. Может кто-то некомпетентный, да, и времени нет у собственников. Они могут нанять на основании договора управляющего человека, например, это уже как третье лицо будет, либо управляющая компания, которая компетентно вот эти вопросы делает. И на основании договора они будут управляющая компания или управляющая человек, будут все эти функции председателя делать. Эти функции тоже рассмотрены. Пока еще в нашем городе, как, впрочем, в других регионах страны, новые объединения собственников имущества, сокращенно ОСИ, не созданы. По закону в течение трех месяцев после подписания поправок необходимо доработать нормативно-правовые акты по каждой позиции. Сейчас они утверждаются, и только в начале марта с жильцами начнется большая разъяснительная работа. Сам переход к новым формам правления должен быть завершен к 7 января 2021 года. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».